Значит, 20 отдадите, 8 оставите. Да. Хорошо. Все, все, все договорились. Ну, люди звонят, люди заняты. Юрика, мы не помним. Лучше бы дойти, живу. Цель. Вот тебе и чёрстненький. Так, ты нет. Красота. Саша, ну зачем ты сюда приехал? Вот сюда вот. В другую сторону. Да что? Подождите, вы мне не сказали об этом. Ну, вот, по-моему, все закрыто. Блин, мы опоздали. Этот пуд. Этот под патрон. Этот под патрон. Патроны дорогие. И это будет громко, резонансно. И действительно очень чётко. Ну, так он просто наган и всё. А патроны почём? 700 рублей 20 штук. А этот, который подживело. Ну, он такой же. Давай я сфотку. У него, по сути, отсутствие ствола. В отличие от этого. Так. Искры летят исключительно с барабана. А, ну так здесь не сталь. Здесь вообще, это вообще не ствол. Конечно. Это вообще какая-то фигачка. Это то, что от него осталось. После ослабления. Угу. Да, сюда зафигачивается живело. Но это значительно хуже, вы правы. Тише. Вы правы. Тише и хуже. Это замечательная штука. Покажу сейчас. Я сейчас сфотографирую, как к свадьбам Толстера фотографируют. Замечательная сигналка, да. Чтоб люди знали, что подарить. Я вас понял. Вы делишесь очень поздно. Чтобы вы делали на лоу. Можно подать? А, пожалуйста. А, вот. Спасибо большое. Спасибо. Почему не было в прошлое воскресенье такого недельного выпуска? Да потому, что я по наивности своей решил, что всем будет очень интересно посмотреть, как изготавливаются препараты. Чек мороженый. Круто. Он в хорошем состоянии. Он в великолепном состоянии. Если затоксидермируете, то... Затоксидермируем. Точно затоксидермируем. Затоксидермируем, точно. Чтобы его не затоксидермировать, давай лучше сделать правильный раствор формалинчика. Не обязательно даже формалинчика. Если надеете хороший стекло... У меня очень хороший формалинчик. Только единственное, что внутрь... Да, да. Екция обязательно. Поэтому его надо будет сперва разморозить. И на панельку. На панельку сделать. Хорошую панельку стекла. Стекло. Ну, вот баночки надписываю, потому что подарили мне три... Трех покойников. Во-первых, покойного маленького кайманчика, маленького покойного синеязыкового сцинка и лягушку быка. Для того, чтобы они не пропали, я их, естественно, погрузил в растворы формалин, сделав всякие инъекции. Лид посмотрел, как я это делаю. Она сперва это даже сняла, но сказала, что показывать это вообще никому нельзя, потому что даже этот невинный процесс изготовления препаратов выглядит чудовищно. Ну, вот теперь я сижу и надписываю баночки, что тоже, согласитесь, немаловажно. А вот фигня, кстати говоря, придется переписывать, потому что заболтался и начал не с того места и на листе не поместится. Поэтому заново. Побега эксклюзив. Тем более фонтанин. Да ладно. Ты уже увидела? От камня. Сразу все заинтересованы. Мозаики. Все пошли, посмотрите, обратите внимание. Все пошли. Любовь. Победите там декорция. Где? Под каким камнем? Пришло два интересных вопроса. Первый вопрос как бы не сильно интересный, на дежурную него надо отвечать. Это вопрос, почему у меня нет почтения к погибшим подводникам. Хотя, вроде бы, уже тема давно проехатая, но тем не менее, чтобы вы хорошо себе представляли ситуацию. Вы знаете, у меня вообще никому, во-первых, нет почтения. Во-вторых, когда речь заходит о любых военнослужащих, погибших при исполнении своих обязанностей, то я считаю, что о них говорить вообще бессмысленно и неправильно. Почему? Потому что вот как таковых этих людей уже нет. Речь уже абсолютно не о них. Речь только о том приказе, который они могли исполнять. А мы знаем, что приказы в этой стране отдаются преимущественно идиотами. И эти приказы потом очень дорого обходятся нам всем. И последствия выполнения этих приказов нам приходится расхлебывать порой не одним, не двумя, а там тремя или четырьмя поколениями. То есть, вот те люди, которые отдают приказы очень милым, очень симпатичным, очень храбрым, замечательным людям, они, как правило, ухитряются выдать какую-то такую инициативу, которая является в очередной раз для страны опять смертоносной. И восхищаться либо сострадать я, например, уже не могу. Вот смотрите. В Москву приехали мощи Петра и Федора. Сами? Да. В Москву приехали и все выстрелы. И второй был очень интересный вопрос, который пришел сейчас посмотрю. Он пришел с сайта от какого-то крайне разумного товарища. «Можно ли изменить мышление, если начать думать на другом языке?» Ну, вы знаете, что существует известная гипотеза Сефира Орта о том, что язык не только, скажем так, корректирует мышление, но и в известной степени определяет. Разумеется, если вы начнете думать на языке какого-нибудь племени Нила Сахарской группы или на языке австралийских папуасов или на древнефиникийском языке, выучив эти языки, предварительно сделав их для себя родными, вы окажетесь в теснении тех представлений и понятий, которые данный язык в себе содержит. Несомненно, для каких-нибудь мелких природных явлений там даже побогаче есть и фразеология, и терминология, и наборы слов, но это очень примитивно и от того, что вы будете, как Чукчи, например, знать, по-моему, 23 названия снега, уверяю вас, от этого мыслить вы не будете. А вот непосредственно мышление само по себе, оно подчиняется только и прежде всего тем европейским нормам, которые были канонизированы, начиная с Декарта и заканчивая сегодняшними представителями науки. И все равно, скажем так, настоящее подлинное мышление, которое показывает, которому учит наука, оно все равно, в общем, заключено всего в нескольких языках, и если вы думаете на русском, то, в общем, это не самый лучший вариант, прямо скажем, но это и не трагедия, потому что на русском, в общем, создано много великолепных научных трудов и предложены сквозь очень разные тяжелые обстоятельства, тем не менее, предложены великолепные образчики научного мышления. Конечно, лучше думать, наверное, на английском, но это не у всех получается, даже у тех, кто вроде бы неплохо знает язык, тем не менее, все равно включается русское мышление, и, коль скоро мы все сформированы этой средой, русской средой, то мы начинаем все равно по привычке думать по-русски. Я, например, думал по-русски. Я особой трагедии в этом не вижу, но переходить кому-нибудь на язык мыслей, например, на языке племени Минеконжера, Силу, на сегодняшний арабский или на какие-нибудь используются еще такие полудикие языки, я бы, честно говоря, не рекомендовал. Минеконжер 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok а сашка есть изготавливает зубы а так работаем покажите с арбузами это моя любимая покажите видели как пластиковая карточка которую можно положить вместе с кредитной и которая будет решать практически все проблемы можно будет с ней пойти жениться развестись купить квартиру за руль доведел не в том удобнее мне будет или неудобней но вообще вся эта инициатива это такой некий пароксизмус распиликус то есть это пароксизм и система которая предпринимает абсолютно нелогичное абсолютно пароксизмальное движение адресованные в никуда никому не нужные единственно сулящие действительно за счет того что надо будет изготовить практически 140 миллионов таких карточек для этого потребуется соответствующее оборудование соответствующие штаты естественно это все делается только для того чтобы получить огромные государственные деньги и это дело попили ну просто в россии никогда ни по какой другой причине не делается ничего не делается ничего вы понимаете ничего здесь пессимистичного нет так либо ты меня будешь перебивать либо ты не будешь меня перебивать да мы разговариваем но я не перебиваю тебя так вот я объясняю в россии например дорогу дорогу кто-нибудь будет строить только в том случае когда есть надежда украсть 9 десятых выделенных на это строительство средств если такой надежды нет эта дорога никому нафиг не нужна и построена она не будет ничего скажем так такого уж ужасного в этом нет у всех разные двигатели у всех экономик у разных укладов в разных странах разные принципы существования в россии это коррупция которая является двигателем всего и вот надо понимать что нет потребности страны нет потребности бабок в провинциальных городках которые входят в очковые сортиры на улице в мороз которые не понимают удастся ли им пробить лед в колодце чтобы поднять воды которые не знают привезут ли дрова на этой неделе но нет никакой потребности для этих десятков миллионов людей людей в нет и пластиковые европейской карточки понятно что может быть для питера для москвы для богемы и для комфортирующих горожан ну такая ничего не значащая подробно но для всей остальной россии ну по милому зачем это у нас вот куда не ткнешь обязательно выяснится что коррупция в этом нет опять-таки ничего страшного потому что в россии никогда никакого другого механизма и не было именно он приводил в движение все экономические скажем так и пароксизмы и разумные движения ничего в этом страшного нет но думать про то что это кому-то надо что это кому-то облегчит или изменит жизнь это безумно дорогостоящая мы знаем что смотри просто интересная штука вот здесь многие в америке например которые люди которые узнали об этом нововведении в россии отнеслись как раз с большим оптимизмом очень много русскоговорящих американцев и иммигрантов и так называемых глобальных русских они наблюдают за тем что происходит в россии в больших городах в первую очередь в москве в питере ну с таким известным оптимизмом и склонны говорить что москва похорошела особенно если они раз в несколько лет в москве оказываются и действительно по сравнению с тем же нью-йорком в москве можно сделать очень многие вещи легче москва во многом технологичнее можно расплатиться с помощью телефона в нью-йорке это практически нигде не сделаешь каршеринг лучше работают многие другие службы те самые службы одного окна москва действительно вдруг оказывается технологичнее как и питер как и нижний новгород например и конкретно эта новость тоже была воспринята именно как такой технологический прорыв ну крадут как и на всем в россии ну и ладно украдут но зато всем будет польза вот что бы ты сказал всем людям на западе из числа иммигрантов которые посчитают на западе жить но хватит российский технологический прогресс и ругают отсутствие такого прогресса в нью-йорке лондоне и париже ну понятное дело что они уехали из россии для того чтобы ничто не мешало им эту россию любить это замечательная позиция она мне очень нравится и эту любовь можно превратить в такое я бы сказал абсолютно платоническое чувство потому что соприкасаясь с россией чувствуя ее ощущая ее страдая от нее конечно любить ее невозможно вот более горячей и совершенно бессмысленной любви чем иммигрантская любовь к россии я никогда не встречал я бывал в америке и знаю эти настроения они примерно такие же как в англии как в германии да действительно вот на этом удалении россия кажется чем-то и технологичным и вполне пригодным для жизни но надо сказать что почему-то все эти люди ее покинули то есть ее пригодность для жизни и ее технологичность не является показателем уровня жизни в ней опять-таки повторяю если бы это было ну скажем так для двух-трех сотен мажоров да пожалуйста никаких проблем но это ведь действительно делается для многих миллионов людей которые живут не то что в мире каких-то технологий ты представь себе вот какие технологии какие возможности считать эту карту есть о даже жители какой-нибудь ленобласти да там где не существует до сих пор арифмометров в школах вы же все очень любите радоваться той картинке которую вам показывает продвинутый интернет не заглядывающий во все эти вонючие черные дыры россии а эти черные дыры занимают ну по крайней мере 85 процентов ее реальности поэтому я полагаю что ну как бы такая забавная ни к чему никого не обязывающая игра саша свое позволение еще тогда вопрос вот собственно говоря мы информационно дискуссионный эфир да мы берем темы для дискуссий когда приходит оперативно интересная информация мой долг ее обсудить с хорошим экспертом администрация Зеленского предложила России одновременно освободить Вышинского и Сенцова Олега Сенцова украинского режиссера и Кирилла Вышинского российского журналиста об этом только что написал пресс-витарь президента Украины Юлия Мендель сказал что в офисе президента Украины с большим интересом узнали о предложении России освободить Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу освободить Олега Сенцова и для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно конец цитаты напомню что до этого Дмитрий Песков заявил что освобождение Вышинского могло бы стать как раз первым шагом на пути нормализации отношений Москвы и Киева так пока ничего не думаю потому что пока это все очень декларативно и этих деклараций уже было достаточное количество то что Зеленский при всем его очаровании при всем его забавном градусе его забавной честности и уверенности к тому что в том что адекватность может быть востребована в политике да без сомнения он очень милый парень но он имеет дело с такой многоопытной хитрой и жестокой машиной которая многократно вероятно по нему может проехаться проехаться обратно проглотить переварить отрыгнуть снова он конечно силы политические абсолютно не равны и нельзя с Россией вообще идти ни на какие сделки ни на какие отношения открыв забрал но тем не менее когда речь идет о освобождении двух людей если можно освободить одного человека явно не являющегося Штирлицем от России и другого который точно не террорист почему бы не сделать это или это тоже по твоему будет я не говорю что этого не надо делать помилуйте я не распоряжаюсь судьбами этих людей я думаю что если есть возможность освободить делать это надо но надо понимать что за каждым предложением России скорее всего располагается глубокая ловушка с острым дрипольем на ее дне и что действительно вот это вот милая наивность этот очаровательный дилетантизм Зеленского он рано или поздно будет наказуем он играет в честную игру так нельзя еще один вопрос имеющий отношение и к профессионализму твоему телевизионщика и человеку который наблюдает за общественными процессами очень давно подобно тому как химик наблюдает за химическими реакциями разных веществ вступающих друг с другом в контакт вот вчера была такая не круглая одновременно круглая дата 33 года с момента когда участница телемоста российско-американского который Вилли Познер и Донахев произнесла вырованную из контекста но тем не менее замечательную фразу что секса в Советском Союзе нет и мы в этой связи говорили о том что телемосты казалось бы совершенно забыты но мы могли бы действительно возродиться и способствовать пониманию роста пониманию народов России Америки друг друга например ну после очередного спора о российском вмешательстве выборы и т.д. и т.п. или русских и украинцев почему бы и нет ну и тут дальше ты прекрасно знаешь эту историю с предложением российского телевидения украинцам провести телемост и очень жестким ну практически единодушным ответом что нет это будет сотрудничество с оккупантами и с ними сотрудничать никак нельзя но еще раз с позиции с одной стороны давно живущего опытного человека и телевизионного профессионала есть будущее у телемостов или нет ну пока нет запроса на телемосты пока я думаю что то что воспринималось таким восторгом в 90-е годы то что было символом знаком перемен то что всегда было обеспечено и с российской стороны что очень важно доброжелательностью робким восторгом вниманием к той стороне сейчас не забывай в россиянах воспитана и укоренена предельно презрительно враждебное отношение к Америке конечно же точно так же как в Украине потому что очень трудно подобрать хотя бы 5-6 россиян один из которых не сорвется на истошные вопли про каких-то бендеровцев и про неправомерные действия Украины на своей собственной земле например в Донбассе да то есть это будет как раз не примиренческая история а история обостряющая и еще более выпукла обозначивающая все существующие проблемы я боюсь что они там договорятся дорухопашные спасибо огромное Александр Незуров в прямом эфире RTVI и вот я с Сашей говорю и нашим зрителям что если вдруг кто не успел послушать наш разговор полностью вперед на сайт RTVI где отдельным совершенно блоком мы Александра Незурова разместим а я очень сильно надеюсь на то что мы еще не раз будем в нашем прямом эфире так да ничего у меня сзади нету у меня сзади есть пичка это все съемочные павильоны различные и но это в общем я бы сказал используется самым разным образом в том числе и для абсолютно абсолютно достоверных практических вещей таких как например упокоение синеязыковый сфинкса в формалине а также для всяких химических и прочих опытов и для как съемочные павильоны как тир и вообще как дерзкую обман дерз себя все время меня обманывает всеми говорит что воюют вصل а вы правдиле 6го года я да что еще могу сказать по поводу лекции ближайшая лекция будет по моему хельсинки но!!! Она традиционная, поскольку я очень нежно и серьезно дружу с теми русскими, которые находятся в Финляндии. И на их просьбу прочесть на них лексию откликаюсь всегда просто в силу того, что сложились такие отношения. Я не думаю, что это будет обычная стандартная невзоровщина. Я думаю, что я попробую там обкатать вообще принципиально новую для себя тему, потому что одно дело искусство оскорблять, но это очень высокополетная интеллектуальная штука, которая требует массы подготовки от любого слушателя, которая требует многих лет чтения и постижения разных серьезных дисциплин. Но есть такая вещь, которую я тоже владею, это наука наглости. и ознакомить с тем, как стать и как быть наглецом, как уметь без колебаний и сомнений чувствовать свое превосходство в любой ситуации. Ну вот, наверное, этой теме я и посвящу время в Хельсинке. Опа! Молодец! Ну, а третий раз мне это уже что-то... Что касается книжки, которую я пишу, ну, увы, тут, ребята, большие проблемы, потому что меня все время терзает медийный фронт, который все время от меня что-то требует. И то, что выглядит как разовый, веселый, легкий экспромт, это все равно результат некой работы, которую необходимо производить, потому что очень, там, примерно 50 на 50 экспромты и не экспромты. К тому же не забывайте, что я теперь в этой всей медийной войне обязан... Участвую в этой медийной войне, я обязан следить за тем, что мне, в принципе, вообще никак не интересно, только за так называемыми новостями. И все это пожирает время и дико тормозит книжку. Ну, я надеюсь, что когда-нибудь я ее доделаю. Вы прекрасно! Ой, я не могу... Блин, это Александр Глебович! О, можно я это выложу? Сейчас! Все, до встречи! До встречи! И задача его, конечно же, сохранить по возможности почти навсегда. Вообще, вот эта вот проблема сохранения плоти, она известна была еще, как ты помнишь, египтянам, да? Они изготавливали мумии, затем было мрачное Средневековье, затем пришел амбруас Паре, который сделал первые мумификации тканей. Причем избирали такие достаточно опасные способы, и все по-настоящему у нас началось только примерно в конце XIX века, когда, если не ошибаюсь, отец и сын Блюм впервые стали использовать для этого формальдегид. Формальдегид, то есть формалин. Причем у формалина есть одна только проблема. Формалин, зараза такая, обесцвечивает ткани, но для этого формалин, чтобы сделать препарат, надо добавить некоторое количество... Пероксида водорода. Пероксида водорода, совершенно верно. Причем, смотри, вот уже, вот малявка такой, кайманчик, малявка, но все 84 зуба у него прорезались. Причем крокодиловые коля. Прекрасно понимая, что такое человек, я понимаю всю условность и порочность любого патриотизма. И ничего, кроме насмешки, он меня не называет. Невзоровский словарь. О, точно, точно, между прочим. Вот даже кот испугался. Кот, Нина, успокойся. Кота зовут Черт. У него еще есть дочь, которую без всяких особых затей зовут Чертова дочь. Выйдет книжка, которая называется «Невзоровский словарь на днях». Это лучшие, вероятно, цитаты из невзоровских серед и других интервью. И там весь тот ужас, который я обычно несу, он будет структурирован, суммирован, освобожден от всякой лишней шелухи. Собирал их не я, собирали их замечательные люди, кстати говоря, в том числе и Митрушкин. И Митрушкин, наверное, проделал 85% работы. Катя Оралбаева, Митрушкин. Ну, то есть, грубо говоря, все наши старые друзья и реальные настоящие помощники. И многие, многие, многие кроме них, включая даже меня. Ведь у Григоровского есть силиконовые ванны. А когда он хорошенько отлежится в формалине и попитается формалином, можно же его засунуть в силиконовую ванну и сделать полимерное абальзамирование. Ага, только... Верно. До этого придется его выморочить в ледяном ацетоне на протяжении как минимум недели. Но потом, да, действительно, из него можно сделать, я бы сказал, такую горжетку или большую симпатичную брошь. Но, кстати, вот эти крокодиловые кайманы, им повезло больше, чем всем остальным крокодилам, поскольку у них единственная рабочая поверхность это вот боковины брюшка, то их ради шкурок вообще не убивают. То есть они... То есть им повезло? Им повезло очень сильно. Потому что у них, видишь, вся спина в роговистых наростах, брюхо уже с такого возраста практически неупотребимое, только вот эти вот бачки, только эти бачки могли бы быть... Да, еще не повезли с половой тюрьмой. То есть это был мальчик? Да. Это был мальчик, мы-то думали. Ага, это был мальчик. Дело в том, что у крокодилов совокупительные органы, они скрыты в анусе и предъявляются только в самый решительный момент. Но у него, вероятно, настал этот решительный момент. Игорь. Игорь. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так.